Приветствую вас. Я не буду читать вопрос, он достаточно большой и в принципе показывает нам в целом ситуацию, так скажем, одну и ту же. Ситуация заключается в том, что у автора вопроса Елены, значит, возникла проблема с подругой. Какого рода возникла проблема с подругой? Подруга по словам автора вопроса вела себя с ней достаточно вызывающе. То есть она подруга, значит, позволяла себе вот такие действия, как сплетни, ну, зависть. Вот, значит, и ещё много-много разных моментов. Елена, Елена описывает, значит, свою, ну, такую свою позицию по отношению к подруге. Как позицию старшего товарища. Вот. Что ей, в принципе, ну, как бы не нравилось. Не нравилось. Что ей не нравилось. Вот. И, собственно, после череды конфликтов, после череды недомовок, после череды, так скажем, некоторых тёрок, они решают расстаться и решают разойтись. Вот. Ну, а, значит, Елена мучает то, что, как бы, подруга легко от неё отказала. А, значит, Елена мучает то, что не получилось показать подруге, что, как бы, ну, нужно жить по, ну, по-честному, да. Вот. И, в общем-то, очень тяжело переживают авторы вопроса, а, так скажем, разрывы. Я сейчас, значит, зачитаю вопрос автора. Если я всё понимаю и права, почему меня болезненно мучает этот вопрос, я не могу отпустить ситуацию и периодически злюсь на подругу за равнодушие. Вот. Дело в том, дело в том, что мне показалось, ну, мне так вот показалось, судя по вашему, вашему, ну, судя по вашему тексту, мне показалось, что вы достаточно, ну, болезненно воспринимаете то, когда к вам относятся равнодушно. И вы, в какой-то степени, накладываете ожидания на человека. Вот. Собственно, это вас и, ну, как бы, беспокоит сильнее всего, на мой взгляд. Вы достаточно тяжело переносите, вот, равнодушие. Обвержение. Пусть по, к вам, ну, то, что вас не оценили. Вот. Вам это даётся, ну, достаточно, получается, сложно. Ну, вот. В данном случае. И подобная история, она, в общем-то, ну, вполне закономерная. В силу того, что у вас есть некоторые, ну, скажем так, потребности, которые вами не удовлетворяются в данном, ну, в данном случае. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Вот, смотрите, что вы пишете. Меня давно тяготило, тяготило общение с подругой. Смотрите. Вроде бы вас тяготит общение с подругой. Но вы всё равно с ней общаетесь. Как бы здесь возникает логичный вопрос, но если меня тяготит, почему я общаюсь? Да? Вот. то есть, это очень важный момент. И, соответственно, соответственно, возникает вопрос. Если вы общаетесь, вот, ну, как бы, если вы общаетесь с подругой, что вас удерживает, ну, как бы, с ней? Да? То есть, какая потребность? Вот. Что вы, в этом смысле, вот, ну, терпите, да, терпите, терпите, терпите её отношения к себе. Дальше. Встрим я замечал за независть, неискренность, потребительское отношение. Ну, я бы сказал, что это, конечно, очень похоже на проект. То есть, мы замечаем в людях то, что вот нас самих как-то задевает. То есть, я не хочу, ну, не хочу ни в коем случае сказать, что вам это свойственно. Допустим, зависть вам свойственно, там, допустим, ну, допустим, неискренность, да, и так далее. Я хочу сказать, что вы как-то вот, ну, видите, может быть, в этом для, ну, для себя. Вы видите, ну, вот, какой-то, ну, какой-то негатив, да, то есть, вы в этом видите для себя какой-то негатив. Вопрос заключается только в том, какого рода этот негатив. Вот. То есть, как вас это задевает? Дальше, преувеличенный, но факт. Да, то есть, почему вы считаете, что это преувеличенно? Она пыталась быть другом, но все больше своей пользой. Мне не нравились некоторые черты ее характера. Пример по длитыванию на работе и осуждению, да, то есть, вам не нравилось. И вообще-то, вообще-то, то, что вам, ну, может, вот, ну, в человеке что-то не нравится, да, вообще-то это нормально. Но, обратите, пожалуйста, внимание на то, что, то, что вот не нравилось, то, что не нравилось или не нравится вам, да, судя по, ну, судя по тому, что вы описываете, по-видимому, это вот, ну, как раз, более, так скажем, серьезно. То есть, вам, вам не нравятся в ней более серьезные вещи. Судя по тому, что вы говорите. И, тем не менее, получается, как бы, что вы и с этим тоже, ну, миритесь, как бы. Конечно, конечно, вопрос заключается в том, для чего или ради чего. Понимаете, да? Дальше. Все время ее кто-то что-то бесит. Ну, то есть, тут, как бы, вот, я могу предположить, что и вас тоже кто-то что-то бесит, но вы, как-то, вот, не позволяете себе это проявлять. А мы дружили лет десять, в это время я была, как старший товарищ, и вам помогала. С точки зрения психологии, именно, именно вот, именно вот с точки зрения психологии, я бы сказал, что подобная позиция может быть связана с тем, что таким образом вы пытаетесь или пытались, ну, по сути дела, получить ее лояльность. Вот. Я понимаю, что вам это может быть неприятно, как я сейчас говорю, но очень на это, к сожалению, похож. Вот. И вы, что важнее, занимаете здесь позицию, позицию над, а человек, как-будто бы, все время, ну, вот, как-будто бы все время борется, как-будто бы, ну, все время, вынужден, как-бы, бороться с вами, то есть, с вами, грубо говоря, да, соперничать, вот. Ну, а просто, как-будто бы, ведь мы все так или иначе, ну, расплачиваемся за свои, ну, за свои действия, вот. То есть, у всех действий наших, как-бы, да, есть, ну, последствия, получается. И у ваших действий, в этом смысле, тоже есть, конечно, ну, последствия, вот. Дальше, значит, а потом стала чувствовать ваще перечисленные качества на себе, она все время соревновалась, со мной хитро пыталась утереть, но странно, да, то есть, как-бы, ну, это классическая история, когда отношения устраиваются не на равных. Вот, когда она вышла замуж, я ей перестала быть нужна, она себе рядом со мной, почти не видела со мной, превращая в телефонную подругу, я не чувствую от нее поддержку. И до этого, ну, в этот момент еще острее, так как она обычно нуждалась, вам не даст. То есть, видите, я постоянно хочу, чтобы вас нуждались. Вот, это, ну, достаточно, достаточно такая, как вам сказать, достаточно такая позиция распространенная, когда я, вот, нужда, хочу, чтобы во мне нуждались. Да? Вопрос, конечно, здесь заключается в том, ну, как вот, как мне кажется, вопрос здесь заключается в том, и он, этот вопрос, на мой, ну, по моему мнению, очень важный. Откуда берется вот эта, ну, вот эта потребность? В том, чтобы во мне нуждались. Она не берется из ниоткуда, это вот то, что нам крайне важно увидеть и заметить. Она не берется из ниоткуда, это потребность. Она берется откуда-то. Из какого-то элемента вашего восприятия самой себя. Понимаете? Понимаете, да? Понимаете, да? Вот это, пожалуй, то, на что особенно важно обратить ваше внимание. В общем, хочется спросить, вы всегда, ну, чувствовали, ощущали на протяжении своей жизни потребность в том, чтобы вот вознуждались. Дальше, если мы говорим про поддержку, то поддержка в чем? Как появляется потребность и необходимость в поддержке? Дальше, значит, много всего было, у меня копились эмоции, периодически я ее намекал или даже высказывал, и мы ссорились, да? Здесь психологическая игра, скандал. Во-первых, это проблема личных границ. Вот, ну и как бы то, что вы накапливали эмоции, а потом взрывались, это естественно. Другой вопрос, как вы их высказывали. Одна комбинационная ситуация все решила, да, ведь это не я решила, а как бы ситуация все решила. Она не порадовалась особо за меня, когда я поменяла машину, да? То есть вот вы все как бы перечислили, про нее вы рассказали, и вы ждали, что она за вас порадуется. Вот, значит, спустя полгода под хитрым предлогом поинтересовалась, как я ее купила после неприятного разговора про понты в нашей общей компании, где ей обмолвили, что я не транжирюсь, поэтому живу без кредита. После ее вопроса, сказав все, время, неуместность и так далее, я взорвалась, ну, здесь не очень понятно, да? Я мог бы догадаться, но трактовать не буду. Я взорвалась, пишите вы, да? То есть видите, вы себя как бы довели до такого состояния, когда вы взорвались. Вот, высказала все, что думали. В итоге она ни в чем не призналась. Да, снова. Вы ждали, что она признается. Все свалила на меня, обвинила в ней, что, мол, я вот так, оказывается, и думаю, я хотел объяснить, что не так, чтобы все было честно и подручки. Ну, как бы, да? Это вы делаете здесь для себя. Вот, ради себя, не ради подруги, а подруги, вы, получается, не принимаете такой, какая она есть. Вот, значит, предложила, простите, отпустить, как бы, а, все это было по телефону, когда я предлагал встретиться, да? То есть, как бы, ну, опять же, вы здесь игнорируете свою ответственность. Если вы не хотите конфликтовать по телефону, то, ну, логично, как бы, и не конфликтовать, да? Но вы уже дошли до точки крепения. Через день я позвонила, извинила за вспышку, предложила простить и отпустить, как говорит. Ну, не очень понятное предложение, да? То есть, как бы, взяли и, получается, обесценили свою позицию здесь. Вот, через два дня она мне позвонила, сказала, что приняла решение, вроде как, не общаться. Я тоже ей предлагала, но до последнего сцепляла. Вот опять, да, сцеплялась. Сцеплялась за что? Я приняла это еще через... Да, как именно вы приняли, расскажите. Еще через неделю она снова позвонила ей, поговорила, как ни в чем не бывало, еще раз сказала, что покоричила, да, так опять, как бы, обесценивать свои позиции. Но отцов не отказывают, мол, очистились перед Новым годом по-доброму. Не очень понятно, что вы имеете ввиду. Больше похоже на рационализацию. После мы не общались, а налич поздравил меня первым с наступающим Новым годом и потом с Рождеством. Теперь меня глосят разные чувства и досадость. Я поспособствовала всему этому и разочарованию, что она меня не оценила, и отвергнута в то же время осознание, что она мне не нужна и все правильно я сделала. Ну, здесь вы бичуете себя за потерю человека, вот, и задета ваша самооценка, что я никому не нужна, меня отвергнут. Вот это вот ощущение, что я никому не нужна, это из низкого уровня любви к себе. Вот, на меня это все мучает, самолюбие, гордыня, наверное, ну, что такое гордыня, надо бы здесь пояснить, потому что, как бы, гордыня это немножечко не про чувства. Вот, самолюбие, ну, тоже хотелось бы раскрыть, что вы в это, что вы в это вкладываете. Неужели все хорошее во мне не победило, и проще было у тебя, понимаете, какая штука-то свы, делать упор на то хорошее, как бы, что у вас есть. И ждете, что люди это оценят. Вот. Так вы и пытаетесь дружить, а это не работает. Все понимаете, ей со мной тяжело приедет в свейпе, и потому что призываю ее к честности, она не умеет дружить, по-моему, понятно, понятно. Ну, опять же, да? То есть, вам, ну, вы хотите быть нужной, и вы постараетесь подстроиться под человека, но и другого человека подстраиваете под себя. Итак, я думал, что разошлись, как море кораблей, я осознаю, что надо быть выше этого, что сделала я все, что могла, пытаясь спасти дружбу. Ну, я не уверен, что вы дружили вообще изначально. По ее поступкам оказалось, что ей хорошо и без меня. Да, ей хорошо без вас, а вам без нее нет. Она живет своей жизнью, вы, судя по всему, нет. Не думала, что не будем общаться со всем, да? То есть, опять же, вопрос про ваши ожидания. Я пошлю картинку на вас на марта. А зачем? Из вежливости? Ходите ли вы на самом деле послать ей картинку или это просто жест? Обычно жесты, как бы, чреваты определенными надеждами, опять же, на какое-то действие со стороны другого человека. Бегать за ней не буду, честные желания и желания нет. Мне кажется, вам хочется, она сама как-то сделала первый шаг. Если я все понимаю и право, почему меня болезненно мучает этот вопрос? Так, это я читал. Много же моментов в этой истории были. Была и работа, и ее родители рядом, которые тоже втянуты. И в соцсетях она это удалялась, то добавлялась, и мы обе молчим. Ну, здесь скорее вопрос ваших личных границ. И как-то вот все эти перипетии вам как будто бы интереснее, чем ваша собственная жизнь. А самое главное, не совсем понятно, есть ли еще другие друзья у вас, кроме нее. Далее. Мы молчим. Нет никаких мы. Вы молчите и она молчит. Вот как бы на свое молчание обратите пожалуйста внимание. Молчание это что? Это обида. А обида это что? Это желание вызвать чувство вины. Желание чувство вины вызвать. Зачем? Чтобы получить разрешение себе на какое-то чувство. Звоните снова ругаться. Я не хочу. Ну, опять же, если вы позвоните, не обязательно ругаться. Вот. А про ругаться я уже сказал. Психологическая игра. Скандал. Ее поступки налицо. Вот она и хорошо ко мне относится, но это не друдьба. Вы противоречите себе, говоря о том, что хотели спасти друдьбу. Хотя я и сама хотел ее закончить. Теперь переживай. Ну, вы не закончили бы никогда, потому что вы нуждаетесь в человеке, которому вы нужны. А ей вы были нужны. Даже при том, что вы понимаете, что это потребность, как бы, ну, такая, материальная. Не то, чтобы вы не у себя вините, а горько принимают свой выбор, но в то же время недовольны, что вышло именно так. А в чем заключается ваше недовольство? С чего оно вырастает? Я думаю, она останется и изменится. С меня мое отношение. Да, у вас ожидания от других людей. Завышенные. Как, на мой взгляд, и от самой себя. Вы не требуете от самой себя делать какие-то жесты вежливости? Так. Она вывернула в свою сторону и легко оттащила. Помогите, пожалуйста, успокоиться и отпустить ситуацию. Скажите, как смириться. Спасибо. Мне кажется, что смириться можно только через проживание ваших чувств. Вот. На мой взгляд, это лучше всего делать с психологом. Вот. Сейчас вы, ну, свои чувства, на мой взгляд, практически не проживаете. Вот. И, соответственно, отсюда вот такая, собственно говоря, такая, на мой взгляд, проблема. Поэтому это первое. И второе, собственно, нужно, на мой взгляд, более подробнее увидеть то, что вас тревожит, что вас конкретно беспокоит. Да. То есть, какое переживание вас конкретно наполняет. Вот. И уже дальше, исходя из этого, как-то вот, ну, двигаться. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен и интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Общайтесь. 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 Общайтесь.